И любители классического исполнения, и сами организаторы фестиваля ждут этого события целый год, потому что он собирает музыкантов из разных стран мира. Откроется фестиваль ярким концертом под названием «Окно в Париж». Мы распахнем «Окно в Париж» для тех, кто там еще не успел побывать, потому что удивительная, полная шарма, изящество, красоты, романтизма, музыка французских композиторов написана для уникального дуэта, для органа и рояля. Хотя каждый из этих инструментов имеет право именовать себя первым королевским, масштабным, полнозвучным, но когда они вдвоем, это еще более интересно, кто из них может уступить. Представляете, вот тембровое богатство органа, тембровое богатство рояля сливаются в едином звуковом потоке, и к ним еще прибавится человеческий голос. Я счастлива, что я здесь на 14-м фестивале. Мне особенно приятно, что мы с Валерией играем французские дуэты, и Валерий в какой-то степени является наследником Николая Петрова, потому что премьера этих дуэтов была в середине 90-х годов. Я исполняла эти дуэты с Николаем Петровым. Эта музыка тогда вообще не звучала в России. К органу добавится не только фортепиано. Следующий концерт – это сочетание органа и трубы, а также сопрано. Это не инновация, говорят участники пресс-конференции. Эти музыкальные произведения написаны композиторами. Будут и дебютанты, и известные исполнители России, а также музыканты из Италии, Германии, Украины и Польши. Но в центре проекта орган – инструмент, который много лет служит своим преданным поклонникам. И сегодня стало известно, что в Сочи может появиться новый орган. Состоялся официальный визит владельца всемирно известной фирмы «Ригер», который человек уникальный, начинал в свое время в этой фирме подмастерье и дошел до вершины владельца. Переговоры проведены, только на это потрачены уже конкретные ресурсы, в том числе финансовые. Вчера приехал, состоялись переговоры уже с кандидатом на должность ведущего менеджера этого проекта. Лично у меня есть модель реализации этого замысла. А пока участники фестиваля готовятся к открытию, которое состоится в Зале органной и камерной музыки 14 июля, а завершится 18 августа. Многие гости Сочи специально приезжают на курорт именно в период проведения фестиваля органной музыки. Елена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.